До других тем. Порушение грамадского аппарата. Эта количество объединяет две криминальные справки, которые сегодня расследовали в судах Гомельской области. В обоих двух случаях обвиняют молодые люди, которые решились утвердить свою идеальную позицию незаконным шляхом. Подробности в следующем сюжете. На виды 27-летний Жехар Жлобина. В середине вересня – ночь. В его руках державный флаг Беларуси. Молодый человек у нитьярозом стане сорвал его, каля Палаца культуры металургов. Спочатку паспробовал его спалить, але не смог за особливостей тканины. Тады он разадрав палотниша и выкинул флаг у водоем неподалеку. Знайшли злочинцу оперативно. Прокуратура Жлобинского района накеровала у мясцовый суд криминальную справу супрать хлопца. Вина молодого человека целком доказана, тому суд прайшоу худко. Зневажение державных символов – артыкул криминального кодекса, за який ему придется нести отказность. Приговором суда данный молодой человек приговорен к одному году ограничения свободы с направлением исправительного учреждения открытого типа. Приговор может быть обжалан и протестован в законном порядке. В настоящее время в законную силу еще не вступил. Распылил перцовый газ, а так само побился с супрацовниками милиции. Деяний, які тягнуть за собой, ясше больше фатальные выники. У вечера 9-го жнивня, подчас несанкционованного митингу у скверы имя Кириллы Туровского, 29-ти годовый гамельчанин здействнил серьезное злочинство. Янцалкам признал свою вину и навод раскаивается. Але закон есть закон. Лес молодого человека выросший у суд. Приговором суда центрального района города Гомеля обвиняем признан виновным в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, совершенных в целях воспрепятствования незаконной действенности. На основании статьи 364 уголовного кодекса Республики Дарусь его назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в общего режима. Данный приговор постановлен в соответствии с позицией государственного обвинения. Кроме того, в этой связи хочу обратить внимание граждан, что в соответствии с законом об органах внутренних дел Республики Беларусь, сотрудники милиции находятся под особой защитой государства. В связи с чем уголовный закон предусматривает более строгие меры ответственности по сравнению с рядовыми преступлениями насильственного характера. Правоохоуники нагадывают, жадание ствердить свою гражданскую позицию не з'является нагодой для супрацправных деянеў. Парушение грамадского аппаратку, пашкоджание маўомости и гвалт николі не станусь достойной альтернатывой конструктывным и цивилизованным способам вырашэння пытаннеў. Кожны павінін памятаць пра непазбежнаць пакарання за злачынствы.